Во-первых, мы кинули клич подарок ветерану. Клич кликнули по школам. И дети, и руководители школы откликнулись на это. Было даны письма и в районы, в сельские поселения, в школы сельских поселений, и в городе. И все подарки мы собирали в Доме творчества. Все высылалось в Доме творчества. В Доме творчества была организована выставка детских поделков «Подарок ветерану». Поделки самые разнообразные. Там была номинация изготовления и из бумаги, и из ткани, и из глины. В общем, из каких подручных материалов можно это все сделать. И поэтому поделок привезли много. И все поделки, мы оценили их в Доме творчества. Комиссия была. Мы оценили их там. И они все это передали сейчас именно ветеранам. Я вчера собрала там вот подарки. Вот они, сложенные подарки. Это ветеранам, которые лежачие ветераны, которые не могут подойти именно на митинг. Нам звонили всех ветеранам. Все это сказали, что мы к ним подъедем, чтобы там были родственники. И ребята именно вот все удивились, что в этом году ребята сделали подарки, принесли и сказали, можете забрать. Если в прошлые годы давали подарки, как-то говорили, что мы его возьмем обратно, то в этом году отдали подарки детям. Очень хорошо подрудились дети из второй школы. Они приготовили для ветеранов вот 30 штук значков. Значков, сделанных из глины. Вот такие вот значки, сделанные из глины. Они, видно ли? Видно? Вот такие значки, сделанные из глины. Все это ображено, все это сделано. А делала это одна девочка. Одна девочка. Манина Алена. Ученица восьмого класса. Если я не буду, или девятый, я могу спутать. Ей 14 лет, так она восьмой ведь класс, да? Вот. И поэтому она сделала одна вот этих 30 штук значков. Подрудились дети не только в школах, но подрудились дети и дошкольных учреждений. К сожалению, у меня от дошкольных учреждений остался здесь, пожалуй, только вот один такой подарок, который делали родители, дети вместе с ребёнком, конечно, шестилетним ребёнком. Но вот это привитие, привитие хотя бы того, что родители делают, тоже вот такая вот, посмотрите, такая вот штучка, да? Вот она. Под целая брошка, целая брошка. Это сделал, изделие из, да, красных, красных Оля 6 лет сделала. Детский сад номер 6. Да, посмотрите. Конечно, понятно, что самой ей не сделать, что ей помогал кто-то, что так аккуратно не сделать. Но хотя бы даже помощь, вот эта помощь, это то, что детям рассказывают, детям прививают любовь к родине, любовь, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Это уже одно говорит, что мы заботимся о нашем будущем поколении и воспитываем в нём уважение к старшему поколению. И это отрадно видеть, что родители работают вместе с детьми. Вторая школа, они вот ещё, тут девочка, мне, правда, сейчас должны позвонить, ещё не позвонила Юлия Геннадьевна. Стихотворение целое для ветеранов, послание вот такое составило. Дорогие ветераны, в этот день памятный и для всех вас, и для нас, ваших детей, внуков и правнуков, хочется ещё раз выразить вам огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу родину и не дали её на расстрадание фашистам. Ваши заслуги будут в памяти всех, кто живёт на этой земле. И дальше идёт стихотворение. Забудьте о заботах и о бедах, которые пришлось вам испытать. Сегодня лучший праздник День Победы. Его мы вместе будем отмечать. Желаем вам здоровья и покоя, чтобы жилось легко и хорошо. И каждый день и час прожить с любовью, чтобы каждый снова молодость нашёл. Вот видите, это всё, помимо всего этого, мы прекрасно с вами уже знаем, что у нас объявлен конкурс «Вдовы России», где могут писать не только о вдовах России, но о тружених тыла, детях войны. И о тех, кто воевал, о тех, кто участвовал и жил в те трудные годы. И поэтому, когда мы говорим о прошлых годах, о войне, мы должны на этом примере воспитывать наших детей. А чтобы рассказывать это уже им, участники войны вот у нас, они уже за 90 лет, они уже не могут ходить вот на такие мероприятия и что-то рассказать. И помимо этого, всё равно некоторые идут, согласились идти на встречу с детьми, участники войны в эту школу для слабовидящих детей идут. Ну вот, вчера я предложила несколько, я думаю, что она договорилась, наверное, с Ельшиным Глебом Павловичем. Вот, и поэтому, когда мы говорим об участниках войны, нам, многие у нас уже лежачие. И вот приготовили им подарки дети. Подарки приготовили дети со всего района, со всего района. И местные школы приготовили тоже подарки. Вот и собраны, вот такие подарки собраны, вот я каждому собрала. Во-первых, художественная школа сделали профессиональные открытки. Мы подписали эти открытки каждому участнику войны. А вот то изделие, которое они изготовили, это вот, вы знаете, даже вот достать, сейчас показать. Посмотрите, с какой любовью нужно вот это вот сделать, все, все организовать. И изготовил это. Азорий, как бы по книге «Азорий здесь тихий», вот помните, там в конце, когда березка и памятник делают. Вот, изделие из бисера. Глазырина Ксении, 13 лет. Вот, это гуренки. Посмотрите, какая прелесть. Вот этот человек, уже смотрящий этот фильм, он уже понял, ребенок, что такое годы войны и как было тяжело людям в это время. Только этот, только человек, который вот это все понял, может сделать вот такой уникальный подарок. Такой уникальный подарок. Можно посмотреть и на другие подарки, которые изготовили дети. Посмотрите, с какой любовью вышиты маки, маки вышиты. Это и из школы десяткового, картина маки. Вот, посмотрите, плюс ним. Данил, 11 лет. Посмотрите, это вот эти подарки, они идут именно ветеранам. Мы их все увезем, увезем и раздадим тем, кто у нас не может подойти. Посмотрите, с какой любовью сделаны, да даже вот самый простой, как бы казалось бы, но тоже очень интересный подарок. Посмотрите, это сделан очковник, обвязанный, сделан из пластиковой бутылки, но обвязанный. И даже стихотворение, пожелание для ветерана с Днем Победы здесь прикреплено. Прикреплено вот это пожелание. Помимо этого, мы можем сказать, что вот дети, которые делали эти подарки, к сожалению, вот здесь вот мы отцепили, я не могу назвать точно, кто сделал этот подарок. Но, посмотрите, с какой любовью сделан еще один подарок. Мы прямо любовались все. И как нужно было это сделать? Сделаны тапочки для ветерана. Сделаны тапочки для ветерана. Посмотрите, танк Т-34. Посмотрите, сделаны мяконькие тапочки, тепленькие. Но если он не сможет, не хочет ходить вот с этой пушкой, эту пушку можно отсоединить и убрать, чтобы все прошла война, и можно убрать эту пушку, чтобы больше не было вот всего, не было войны. Видите? Вот, посмотрите, какая прелесть. Нужно было только придумать такой подарок, сделать, и с какой любовью он сделан, этот подарок. Вот. Помимо всего этого, когда мы показываем подарки, надо сказать, что очень много подарков сделано. Это подарки сделаны, посмотрите, из ткани. Это сделано детьми школы-интерната четвертого вида Шмакова Оксана, 12 лет. Посмотрите, школа-интернат – это слабовидящих детей. Но с какой любовью сделан этот подарок? Здесь им могли помочь только воспитатели, а в основном работали, конечно, сами дети, потому что эти дети живут, собраны у нас со всего, со всей области, и живут здесь они одни, без мам и пап. Помимо этого, мы можем сказать, что здесь огромное количество подарков, которые можно просто, просто вот взять, и любой из этих подарков, посмотрите, как из ткани, чистой из ткани, сделал ребенок, посмотрите, какую красивую розу. Это поселок Климковка, поселок Климковка, и сделала Киселева Карина, 7 лет, 7 лет. Это понятно, что, может быть, она не все это делала сама, но хотя бы поучаствовала в этом, и что это сделали вместе с родителями, это и то очень ценно. Наше воспитание, воспитание подрастающего колене, оно у нас идет во всем, вот даже в таких мелочах, когда мы можем с вами, можем вот именно рассказать и показать, что любовь у детей, все же вот к ветеранам, она у них есть. К сожалению, у меня здесь нет еще одного подарка, который делала девочка именно для своей бабушки, он будет и передан ей. Вот тоже, вот посмотрите, атласный букет, вот сделанный, да, это Захваткин Александр, 14 лет вышел мальчик, мальчик вышел, вышел, и вот этот подарок, конечно, обязательно будет вручен, вручен ветерану, и я думаю, что он согреет просто сердце ветерана. Таких подарков, к сожалению, все показать подарки, вот из, просто из прикладного материала, посмотрите, сделаны, такие вот, видите, это детский сад тоже номер 6, это сделала трапезникова Аня 6 лет, понятно, что делала с мамой, но это и тоже ценно, что ребенка привлекали, привлекали, и что делали, что делали, вот, и еще, мне хочется показать еще несколько подарков, которые, я просто великолепны, великолепны эти подарки, и вот посмотрите, вот, видите, День Победы, тоже детский сад номер 6, детский сад номер 6, здесь коллективная работа детей, 6 лет, 6 лет, значит, это делали они непосредственно с воспитателями, по уши, Екатерины Владимировной, делали они, вот, ну и особенно ценный подарок, который, наверное, для всех ветеранов будет, он каждому, если вот эти подарки, они, как бы, разные и подарены будут, хотя, вот, в основном-то, вот, таким лежачим ветеранов, да, остальным сделаны, детьми детского дома, сделаны открытки, вот такие вот открытки для ветеранов, видите, вот, дети детского дома сделали, открытки для ветеранов, вот, и здесь вклеены стихи, правда, это уже, как бы, сборная получилась открытка, потому что дети детского дома не подписали ее, а мы вот, и открытку, стихи из второй школы, девочки, вот мы это все сюда вклеили и организовали вот такой общий подарок. Но и хочется отметить следующее, что очень хорошо подрудились помимо всех этих, да, есть у нас подарки еще и для тех ветеранов, которые придут, непосредственно придут на День Победы, вот к памятнику, вот это мы уже вручим, вот такие подарки там, вот это тоже детский сад номер 6 Трапесникова Аня и Марина Антона, Мария Анатольевна, вот видите, сделано, вот сделано, посмотрите, поселок Климковка, Киселева Карина, 7 лет, 7 лет, посмотрите, как культурно, как нежно сделан вот этот подарок, к сожалению, отцепили, я не помню сейчас, кто его сделал, но с какой любовью он сделан и как он будет смотреться вот в руках ветерана, ведь каждому будет приятно держать, но это не все, у нас есть еще множество подарков, которые будут вручены именно каждому ветерану, посмотрите, детский сад сделал тоже в поселке Климковка, спасибо за мир, из пуговиц, из пуговиц, посмотрите, да, это вот дерево дружбы, дерево для всех, и вот таких вот, таких открыток, которые сделаны, которые сделаны, их довольно много и будут вручены каждому ветерану, интересно подрудились и сотрудники самого Дома Творчества, они приготовили вот такие открытки, сделали для ветеранов, посмотрите, открытки, которые вот здесь прямо написано, подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, видите, держите, подержите, подержите, пожалуйста, сейчас, секунду, так, и крупно, вот, германских вооруженных сил, здесь сделаны, как люди встретились, и на обратной стороне, на обратной стороне, видите, фронтовики, газета «Правда», газета «Правда», частичка ее, и вот о победе, тоже о безоговорочной капитуляции, да, это от 9 мая 45-го года, 45-го года, и здесь, вот при подарке ветерану, можно вставить фотографию ветерана, вот сюда, в рамочку сделана, посмотрите, свершилась, что свершилась победа над врагом, и что народ освобожден, и можно жить дальше, и процветать, таких подарков много, много, вот, посмотрите, голубь мира, праздник победы, это вот все сделано, ребятами, вот это вот, из Рыкалова подписано, это вот сделано из сырьян, посмотрите, сырьяны, вот у нас из, тоже из Рыкалова подарки, видите, это будут вручены они каждому ветерану, всем, кто придет сюда, и сырьяны, вот это оба из сырьян, подарка, оба из сырьян, посмотрите, вот сырьяны послали, тоже, и все это делали дети, именно, именно дети, и вот такой подарок, это с Белой Хауницы, детский сад номер 2, вот, видите, Зырянова, дети 6 лет, группа детей 6 лет делала, разве можно сказать, что это не для ветеранов, да даже видно, что это сделано для ветеранов, и вот с какой любовью дети делали эти подарки, с такой, мы надеемся, что с такой любовью мы и подарим эти подарки, и их воспримут ветераны, но помимо всего этого, дети художественной школы, дети художественной школы, все картины, наверное, не показать, они каждый нарисовал картину к дню победы, как шла война, вот, посмотрите, картины, к сожалению, это Римма, тут не подписаны они, вот, видите, картины о войне, с какой любовью это сделано, эти картины, они тоже будут подарены, все, все эти картины будут подарены ветеранам, вручены ветеранам, чтобы те знали, что их помнят, любят, и желают им только добра, желают им только добра, вот, посмотрите, какая прелесть эти картины, видите, каждый рисовал по-своему, как он воспринял, как ему рассказали, как он мог, видите, танки взрываются рядом, все, горят дома, люди встречают уже день победы, да, и вот все же показано, как боролся наш народ за то, чтобы освободить свою землю от тиранов, чтобы не было, и все сейчас творится на Украине, это просто кошмар, это просто кошмар, это нужно знать и воспитывать в детях, вот, то, что сейчас, чтобы дети знали, как это все было, а не забывали, как сейчас перевернули историю, вот, на Украине, все перевернули, всю историю, а надо, чтобы знали, как боролся народ, как было трудно, было трудно не только взрослым, было трудно и детям, которые жили в те годы, это дети войны, им пришлось тоже нелегко, потому что дети войны, они работали в это время на полях, работали, они делали вместе со своими мамами все, что могли для того, чтобы была победа и чтобы враг не мог никогда, никогда больше ступать на нашу землю. Вы знаете, мне кажется, в данный момент не хватает нашей информации. Во-первых, сейчас в учебниках истории очень мало уже говорится о войне, мало упоминается о войне, уже очень кратко, а мы должны вот такие праздники, как День Победы, и хорошо мы, может быть, уже сейчас отошли от Первой мировой войны, но Вторую мировую войну мы должны детям именно вот рассказывать. И почему-то, как революция пелась в песне, мы старый мир разрушим, мы свой, мы новый мир построим. И вот мы также сейчас после распада Советского Союза, мы говорим, строим свой новый мир. И вот это в учебниках, уже видно в учебниках. И если мы не будем с детства рассказывать правду, пускай она может быть даже немножко жестковатая, она где-то жестоко что-то было, да, но нужно объяснить, почему это было. Мне кажется, нельзя не спирать ни на каких наших правителей, что вот именно там на Сталина, что он был где-то груб, где-то жесток, где-то... Ведь мы сами, посмотрите, сколько делается перегибов сейчас в стране. Вообще в каждом, в любые времена, в любом правителе перегибы должны быть. А все спирается на одного человека. Надо просто правильно все объяснить. И вот эти перегибы были, конечно, достаточные. Нам нельзя забывать, что после войны, после такой разрухи, посмотрите, Сталин умер в 1953 году, да, а сколько за это время было восстановлено фабрикой заводов. Если у нас в это время, посмотрите, каждый год, каждый год цены на продукты, на все, они падали, они возрастали. Мы сейчас живем, говорим, в хорошее мирное время. Да, но цены у нас на продукты два раза в год возрастают постоянно. Что? Мы перестали выращивать. Мы перестали ухаживать за своим государством. Мы разрушили сельское хозяйство. Мы разрушили все. Мы не приучаем детей к тому труду, которое необходимо. Ведь посмотрите, в детском доме. Ребенку нельзя, и в школах тоже самое, нельзя побыть полы, нельзя подмести, нельзя помочь где-то. Все нужно разрешение родителей. Какое может быть разрешение родителей, если дети не будут привыкать с детства все это делать? И так мы свою страну в конце концов запустим совсем. Нужно именно рассказывать детям самого маленького возраста и заставлять, не заставлять, а рассказывать вместе с родителями работать и делать тот или иной труд. С чего начинать? А начинать с детского сада. Это значок, сделанный Маниной Аленой. Значок, сделанный Маниной Аленой. Посмотрите, из глины для участников, для всех участников войны. Посмотрите, он прикрепляется. Он прикрепляется, да? Вот он какой. Из глины обожженный. Обожженный. Он вечный, если его хранить. Вот. И пускай же знают, что это георгиевская ленточка, которую придумала еще Екатерина II, и первые ордена, георгиевские ордена, были даны еще в 1782 году, пускай она всю жизнь будет именно символом победы нашего народа, символом героизма, а не так, как с ней обращаются сейчас на Украине. За георгиевскую ленточку на Украине расстреливают. В данный момент. Пусть народ знает, что эту георгиевскую ленточку получали только самые достойные люди, самые достойные солдаты, маршалы, но достойные того, чтобы ее носить на своей груди. И вот этот вот, вот это вот обязательно, мне кажется, нужен шестилетний ребенок. Надо точно. В 9 часов собираемся. Что-то нам рассчитывать можно. Это Настя, что ли, у них, преподаватель? Настя? Руками вытаскивать. Вот именно. Мы вытаскивали в 7-м еще году. Я к вам огромная просьба заказать венок. Дай мне мать, как бы я. Дай мне мать, как бы я.